Микс Ньюс. Добрый день. Сегодня вторник. В эфире программа «Есть тема» в студии Александра Полищук. Сегодня у меня прекрасный гость, очень хороший журналист и просто приятный и любимый человек. Это Диана Спыну. Диана работает уже много лет на русскоязычном вещании латвийского телевидения. Она также автор пьяничной программы «Личное дело», которая, в принципе, созвучна с нашей программой «Есть тема», потому что, в принципе, тоже подводит главные итоги недели. Привет. Здравствуйте. Спасибо, что пришла. Мы планировали начать все, как всегда, немножко иначе, чем начнем на самом деле, но просто не могу остаться в стороне от последней инициативы президента Латвии Эгела Левица, которая буквально час назад в его канцелярии сообщила, что президент предлагает изменить закон об электронных СМИ, чтобы укрепить вещание в Латвии на официальных языках ЕС и европейской экономической зоны, ограничив пропорцию телевизионных программ на русском языке. По мнению президента, это будет способствовать плюрализму и демократии. И вот цитаты из пресс-релиза, которые получили все журналисты. «Если в основное предложение телеоператоров коммерческих включаются дополнительные телепрограммы, то их существенную часть, не менее 80%, должны создавать такие программы, содержание которых изначально создано в какой-либо из стран Евросоюза или европейской зоны на официальных языках этих стран». Я успела проконсультироваться перед нашим эфиром с уважаемыми и любимыми юристами. Вадим и Леша, спасибо. И могу сказать, что с точки зрения, переводя на нормальный язык то, что написано в этом пресс-релизе, в принципе, можно сказать, что телезрители не пострадают. Потому что вот самый минимальный основной пакет, который упомянут в предложении президента, это действительно, он и так уже имеет много ограничений. И фактически, скорее всего, операторы просто, допустим, за дополнительную плату небольшую будут, русский блог, все те же самые первые каналы, НТВ, РНТВ, не знаю, что сейчас там есть, они просто будут идти, допустим, не за 6 евро, а дополнительно еще за 2 евро. То есть, в принципе, поэтому жители Кингаракса, Балдырая, не знаю, Имманты, те самые, о которых так в этом пресс-релизе заботится Эйгл Левиц, они смогут продолжить смотреть свои любимые сериалы, телепрограммы, новости, и их это ограничение вряд ли как-то заденет. Безусловно, это будут дополнительные расходы у телеоператоров, которым просто, видимо, придется что-то перетусовывать в своих пакетах, возможно, там немножко подорожает сумма за абонентскую плату. Но в целом, как мы понимаем, ограничивать что-либо в эпоху интернета, это просто глупо и странно. И, безусловно, я думаю, об этом хорошо понимают в канцелярии президента. Возможно, мы уже тут фантазировали с моими экспертами, что, возможно, скажем так, эти поправки могут коснуться, например, латышскоговорящую аудиторию, которая, допустим, платит за какой-то минимальный пакет, и когда сидит вечером дома на диване и начинает щелкать пультом, то попадает, допустим, с какой-нибудь ЛТВ-1 или Би-Би-Си на какой-нибудь симпатичный российский сериал и начинает его по инерции смотреть. Ну вот, наверное, для них эти поправки действительно важны, потому что с высокой долей вероятности на такой российский сериал они теперь не попадут. Но для всех остальных, то есть, кто привык смотреть российское телевидение или даже не обязательно российское, потому что есть много программ, которые созданы в других странах, не знаю, там Украина, те же Евроньюз на русском языке, то их всех русскоязычных зрителей в Латвии продолжат смотреть. Но, тем не менее, президент пошел на этот шаг. Причем напомню минуточку, что наш президент очень опытный юрист, и он не может не понимать, что он предложил. Какое у тебя впечатление было, Диана, после того, как ты прочитала эту новость? Саша, ну, у меня, во-первых, такое удивление. Наш президент все-таки не самый яркий ньюсмейкер в нашей стране, то есть от него не так часто какие-то приходят новости. То есть, ну, допустим, хорошо, вот сегодняшняя новость прозвучала, я бы еще поняла, если бы вчера он громко на всю страну заявил, а давайте бороться с бедностью, да, а позавчера он сказал, а давайте поможем больным ракам, или поза-поза-поза вчера, а давайте уже, наконец, решим вопрос с детскими домами. И сегодня бы, если бы это прозвучало, ну, это было бы как-то понятно. То есть у меня первый вопрос, действительно, который сейчас стоит, это почему именно сейчас? Действительно ли это самая главная проблема, которая существует в нашей стране на данный момент? Ну, опять же, остается надеяться, что здравый смысл на практике победит, но как сигнал, который посылает президент, да, я думаю, найдет большой оклик в секциях национально ориентированной части нашего латвийского общества. Но, скорее, он встретит только удивление у той, пусть не большинства, но и не латвийской части общества, потому что, ну, как бы нам в очередной раз пытаются указать, что и смотрите, вы не дети ли программы, но, повторюсь, что, скорее всего, практического эффекта от этих поправок не будет. Хотя, опять же, интересно, как поведут себя телеоператоры, потому что, ну, трудно представить, что они, конечно, смогут оспорить эту норму в Конституционном суде. К сожалению, мы знаем, что наш Конституционный суд достаточно консервативен во всех вопросах, связанных с языком, образованием, преамбулой сатверсмой. Но в то же время, как бы, определенное вмешательство в частный бизнес, оно, безусловно, имеет место. И, кстати, об этом я помню еще бытность, когда комиссаром Совета ЕСПО прав человека был Нилс Мужник, что он это неоднократно указывал, в том числе, когда проводились всевозможные поправки о ужесточении использования языка в частном бизнесе. Ну, в принципе, это то же самое, да, то есть это некие нормы, которые создают дополнительные трудности, там, бюрократические, финансовые расходы для коммерсантов. Ну, и, опять же, непонятно, почему государство считает своим долгом эти требования накладывать. Саша, ну, знаешь, мне кажется, что мы просто не видим всей картины, да, то есть мы видим какие-то отдельные пазлы. Допустим, на прошлой неделе как-то непонятно совершенно, хотя и громко прозвучала новость про обыски у Балта с Медео Альянса, да, которая связана с ПБК. Я много раз перечитывала эту новость, которая абсолютно шла юридическим таким кондовым языком. Я так и не поняла, что такого страшного сделал Балта с Медео Альянса, да. Ну, может быть, в том числе вот это так-то связано. Не, ну, ключевое там, это, конечно, было то, что Балта с Медео Альянс, точнее, его владельцы, они связаны с людьми, которые, ну, как можно, опять же, понять только и СМИ, да, которые фигурируют в списках антироссийских санкций, вот, то есть якобы и бизнес с ними вести нельзя. Но всегда интересен момент, почему эти обыски проходят, и именно сейчас, и не раньше, или не позже. Тем более, опять же, там даже было не бюро по борьбе с коррупцией, например, да, а там была спецслужба, то есть вопрос государственной безопасности. Сразу начинаешь думать, не связано ли это как-то, допустим, с предстоящими, уже, видимо, неминуемыми муниципальными выборами, да, поскольку известно, что ПБК играет не последнюю роль в смысле размещения рекламного контента и в освещении, по крайней мере, этого процесса, в том числе, опять же, для русскоязычной части общества, которое смотрит этот телеканал. То есть здесь очень много вопросов, или, может, вообще банальный передел рынок коммерческого, да. Вот, и, как всегда, когда информации мало, да, рождаются дополнительные версии, ну, посмотрим, чем дело кончится. История интересная, даже не стала специально сегодня включать в нашу программу, потому что пока еще слишком много, я имею в виду про ПБК, пока еще слишком мало информации, может быть, возникло слишком много спекуляций, но президент сегодня дополнил картину, я с тобой совершенно соглашусь. Еще один знак вопроса появился, да, и никаких ответов. То есть насколько ужасна русская вещь, а не что же мы такое страшное смотрим, что и президенты, и спецслужбы все так напряжены, думают, что надо что-то с этим делать. Давай, сразу говорю, что мы еще к теме языка вернемся в контексте образования, но сначала все-таки давай прыгнем на такой вопрос, тема порты. Есть у меня такое странное хобби по выходным читать повестку кабинета министров. И вот последние месяцы все я стала замечать, что так или иначе на каждом заседании проходит какой-то проект поправок, правил, еще чего-то от Министерства сообщений, которое, значит, связано с деятельностью латвийских портов. Ну, почему это понятно, да, после американских санкций в отношении Лембергса, после, в принципе, национализации главных латвийских портов государством, да, естественно, что сейчас в срочном порядке происходит, происходит, ну, фактически, передел всего влияния, какие-то новые правила, новые люди, контроль. Вот так и на прошлой неделе кабинет министров утвердил новые правила Рижского и Венспольского порта, и в правилах указаны утверждения границ портовых земель и акватории, уточняются обязанности капитана порта, его функции, компетенции, ответственность, план действий на случай пришествия моря и так далее. Что мы получим в итоге, сказать трудно, потому что, опять же, мы не знаем всех нюансов, как эти уже находящиеся под управлением государства порты будут управляться и с какой целью, и самое главное, мы пока еще очень, честно говоря, трудно сознаем, как будут латвийские порты развиваться в контексте общей экономической ситуации и вот этого безумного падения транзита, в первую очередь благодаря тому, что Россия фактически полностью сократила перевалку своих грузов через российские порты, и сегодня, например, пришли данные, что только в январе этого года через Рижский порт перевалка грузов уже рухнула на 25%, это реально рухнуло по сравнению с прошлым годом, это показатель. Ну и в целом, в Латвии объем погрузки еще в прошлом году сократился через Рижский порт на 10%, в Леповинске сократился на 2,7%, относительно успешно в прошлом году он был для Венспуса, у них там на 1% выросло, но все равно это очень маленькие цифры, 20 миллионов, и это было до санкций. Я знаю, что ты как раз недавно занималась темой латвийских гаваней в своей программе, и у тебя наверняка есть впечатление, потому что я смотрела этот сюжет, действительно ты и общалась с людьми, как сейчас себя чувствуют предприниматели Венспуса? Они отошли от этого шока декабря, и они готовы продолжать? Ты знаешь, мы всю передачу «Личное дело» посвятили, вот именно хотели посмотреть, как работают порты трех стран Балтии. Пытались понять, ну почему вот у Одессы как всегда получается, а у нас все… Особенно если мы говорим, например, про Клайпинский порт в Литве, который лидирует по перевалке четвертый год подряд. Именно вот мой коллега, соавтор Алексей Дунда, вот он поехал как раз в Клайпиду и пытался ответить на те же вопросы, почему у них так успешно развивается, и они сейчас, несмотря на то, что в прошлом они отставали не только от Риги, но и даже от Венспилса, то сейчас уже последние годы они стали крупнейшим портом Балтии. Нет, да, есть просто цифры перед глазами. В прошлом году через Клайпинский порт прошло 46 миллионов грузов, и для сравнения через Рижский порт 33, через Лепу вообще всего 7, тут даже говорить нечего, и через Венспилс 20, ну вот, то есть 46 и 20, да, больше чем два раза. Как они рассказывают, у них даже есть такая табличка, где они отмечают рекорды свои каждый год. По пассажирам, по грузам, да, и у них они идут постоянно вверх, постоянно. То есть это закономерная, это не удача, это ни в коем случае не какое-то, ну вот, неожиданно, да. Нет, это целенаправленная работа, то есть люди много-много лет назад выбрали стратегию и просто к ней пошли. И одной из своих причин успеха, они говорят, что 14 лет назад они отказались от российских грузов полностью, да, то есть они не делали на них ставку. Но они, значит, переориентировались на что-то другое, опять же, мы знаем, сейчас они подхватили белорусские грузы. Да, они перехватили норвежскую нефть, которая в Белоруссии идет, скажем так, для нас это, конечно, как всегда был шок, потому что с нашими предпринимателями велся разговор, и когда я в Энспосе была, я спросила, почему? Вот. И управляющий сказал, что просто наши не оценили серьезность предложения. За это их даже потом публично пожурили, как ты помнишь, и министр иностранной дел от Горенкевич, и премьер-министр крыши не Скаринч. Самое интересное, не называя, кто конкретно, потому что у нас две компании занимаются перевалкой нефти, но, да, вот, ребят, просто был запрос, им позвонили, спросили, сколько будет стоить, сколько вы можете подтянуть, они подумали, а, ну, это очередной опрос. Свободный, да, некогда, да. Ну, так, нам сейчас вроде как и не надо, и сказали, да, в итоге норвежская нефть ушла, ну, это 80 тысяч тонн, если я не ошибаюсь, сейчас на данный момент. В Литве, и, как я понимаю, все-таки наши не теряют надежды, чтобы все-таки мы не потеряли окончательно и продолжают вести переговоры, что, ну, просто это был конкретный заказ, что может быть… Ну, я еще читала, что, в принципе, действительно проблема латвийских бизнесменов, почему они так недоверчивы оказались, что до сих пор среди предпринимателей нет уверенности, что Белоруссия действительно настолько поссорилась с Россией, что будет, значит, перевозить свою нефть через Прибалтику, потому что, ну, вот, да, господин Лукашенко, человек непростой, и сегодня он там, то он с Путиным в хоккей играет, то еще что-то, ну, то есть, как бы, и у них, у латвийских бизнесменов, занятых портовой деятельностью, нет абсолютной гарантии, что это все надолго, серьезно, а не просто какое-то там политическое заявление. Ну, по крайней мере, это так они объясняли, как одна из причин, почему такое произошло. Ну, возвращаясь к Лапиде, да, их еще также успех, это, если я не ошибаюсь, 60% это, собственно, производство Литвы, у них очень развито производство, то есть, им есть что отдавать на экспорт. И также, во-первых, это специальные экономические зоны, да, то есть, порты развиваются так, что возможность предпринимателям на территории порта делать производство по выгодным условиям, и, то есть, эта вся цепочка, она происходит вот в одном месте. Ну, по закону, вроде как, в Латвии тоже такое существуют свободные портовые, свободные экономические зоны, да, и в Риге, и в Бенсплессе есть предпринимательство. Но вопрос, а условий, которые там предлагаются, и Б, да, например, то, что всегда описалось и в различных ревизиях госконтроля, и в различных ревизиях, которые проводили представители иностранных инвесторов, что не такие были прозрачные условия входа на эти рынки, да, и конкуренция, ну, то есть, условно, там, допустим, когда Бенсплесский порт был по господинам Ленбергсам очень сильно, да, то есть, не то, что любой бизнесмен мог зайти и начать работать в этих более выгодных условиях. Ещё вот было интересно посмотреть, что они на эти портовую территорию смотрят, как, да, сейчас там развивается индустрия, там строится целый город, да, который по их задумке это будет как город в городе, да, со своими, даже, может быть, там, какими-то университетами, со своими гостиницами, спа, ну, такой целый мир. И это очень здорово как раз-таки для, вроде как, небольшого провинциального города, которым является Клайпед, я там была 20 назад, действительно, ощущение ещё того, тогда это был не присняк, да, сейчас, зная, как, опять же, количество, какого-то там есть спа-отелей и всего, но вообще, надо сказать, что Литва на подъёме, это видно и потому, что у них, у Литвы, которые всегда, как мы считали, живут хуже, чем и зарплаты там ниже, я буквально, по-моему, пару недель назад писала большую статью о демографической ситуации, то есть у них не стало расти население, причём, в первую очередь, за счёт реэмиграции, то есть стали возвращаться те, кто уехал, уезжал из Литвы там последние 20 лет, у них средняя зарплата выше, чем в Латвии, хотя долгие годы было наоборот, да, мы всегда смотрели, когда смотрела статистику Евростат, всегда знала, что вот мы, конечно, предпоследние, но там ещё Литва, вот сейчас уже нет, это не работает, вот, и, ну, действительно, наверное, история с портовой деятельностью, это ещё один стимул, почему литовцы будут жить лучше, чем мы. Ну, кстати, интересно... То же самое, индустриальный городок, ну, такого плана, я нашла, и что Таллин тоже собирается развивать, да, то есть это действительно, это будущее, и вот было интересно, что Таллин, Таллинский порт, он очень маленький по грузообороту, да, грузоперевозку, но тебя они преподносят, как всё-таки один из самых крупных портов, да, то есть они тоже поняли, как я понимаю, в какой-то момент, что грузы не будут их дойной коровой, и начали, ну, посмотрели, что и может принести прибыль, и они чётко осознали, что вот их паромные перевозки, круизные лайнеры, что у них очень развито с Финляндией, они начали, сделали на этом ставку, начали развивать маршруты. Также они сказали, что сделали анализ рынка, видят, что очень большой интерес у туристов из Азии сейчас на страны Балтии, и они готовятся к этому, и собираются запускать новые корабли в эту сеть, и называют себя, да, что они на данный момент лидеры этой отрасли, да, то есть они могут предоставить. Ну, это вообще мы знатоки пиара, это мы знаем, приходили, умеют себя красиво подать, и то, что туризм у них развит намного больше, чем в Риге, это тоже очевидно, я даже просто помню своё первое впечатление, когда оказалась в Таллинском пассажирском порту, имею в том, ну, сам терминал, это просто красиво, это там магазины, кафешки и прочее, и прочее, да, то есть это действительно такой хороший западный уровень. Но по пассажирам, они говорят, что они уже делают ремонт, рекорд, это объективно, да, 12-й год подряд у них рекорд. Это объективно, то есть стоит же в Финляндии, там просто как такси эти порога ходят несколько в день. Что интересно, конечно, в этой истории, это то, что почему же Латвия так оказалась неподготовлена к этому кризису, ведь Россия фактически 20 лет назад еще объявила, что она будет перетаскивать все грузы в свои российские порты, которые развиваются вблизи Санкт-Петербурга и Калининграда, и об этом все были предупреждены. Тут, кстати, наверное, можно согласиться с упреком нашего премьер-министра Кришини Сакарнича, который тоже в сердцах сказал предпринимателям, что это было в первую очередь обращено к Латвийской железной дороге, которая объявила как раз сейчас о планах уволить полторы тысячи человек, именно в том числе и в связи с падением объемов транзита, что ребята, почему же вы не подготовились? Ну, конечно, тут вопрос, были ли особые альтернативы у латвийской железной дороги, но, наверное, были, может быть, какая-то оптимизация могла произойти раньше не за счет людей или какие-то новые направления. Не соглашусь я с нашим премьером. Я думаю, что все прекрасно знали и все готовились. Но, видишь, наша страна как-то, наши предприниматели, вот лично мне кажется, я не хочу никого обидеть, но, я думаю, положились на авось и увидели, что вот этот рискованный груз, ну, скажем так, уголь, может быть, другие порты и отказывались, потому что понимают, что сегодня он есть, а завтра его не будет. А наши предприниматели решили так, вот идет, я им буду сейчас заниматься, а то, что завтра его резко не станет, а у тебя ничего не подготовил, ну, ты не можешь подготовить, да, потому что еще этот уголь, он как бы и не ушел целиком, то есть это как бы уходящий же след. Ну, вот в этом проблема заключается. Ну, и объективная вторая причина, что с собой не так-то много альтернатив и вариантов, потому что Латвия находится там, где она находится. То есть мы могли бы быть интересны России, но для этого тогда с Россией нужно вести прагматичные отношения, а не выключать российские телеканалы из телевизора, да, то есть, да, мы были бы интересны для того, чтобы Россия могла экспортировать свои грузы дальше в страны Скандинавии и на север Европы. Но если не Россия, то кто? Идея про Китай, которую очень любят обсуждать на различных форумах, и даже были исследования, может ли китайский шелковый путь второй пройти через Латвию, он тоже как бы строится на одном, что на самом деле, во-первых, а, я читала и писала, то есть там очень маленький, во-первых, кусочек маршрута проходит через Латвию, там микромаршрут, и второй тут вопрос, чтобы между Китаем и вот этими самыми скандинавскими странами был взаимный интерес что-то поставлять друг другу. Пока этого нет, да, и поэтому рассчитывают, что там будут какие-то огромные объемы. Скорее всего, нет, и более того, все равно, так, значит, шелковый путь, он будет идти через Россию, ничего не мешает российской железной дороге подгонять эти грузы в свои же российские порты, а не довозить их до Латвии, да. Поэтому прогноз на Китай, мне кажется, выглядит таким же, скажем так, нестабильным, как и прогноз на Белоруссию, да. Поэтому, скажем так, суммирую, да, большой вопрос, действительно, были ли какие-то варианты действий латвийских предпринимателей, но то, что все оказались настолько неподготовлены и настолько сейчас шокированы, удивлены, но это тоже вопрос. Может быть, рассчитаны какие-то европейские деньги? То есть мы можем только догадываться, да, может быть, там было какое-нибудь обещание сверху, что не волнуйтесь, ребята, выдержим, да. Опять же, не будем забывать, что долгие годы, там, тот же Веспинский порт был господином Лембергса, маленького империя, да. В Риге очень много правил господин Логинов и его компания, там, включая Аришскую думу. То есть, может быть, там были какие-то другие планы, о которых мы просто сейчас не узнаем, поскольку этих людей уже нет на их местах. Ну, ты знаешь, вот министр сообщения, Талис Линкетс, мне сказал, что российские грузы не уйдут. А, вот понимаешь, вот тоже, когда ты анализируешь риторику латвийских политиков, смотришь, что у нас всё так хорошо, у нас же сплошная история успеха, а потом бац, смотришь на статистику, думаешь, что-то не сходится. Да, да, так и есть, но ждут, что всё равно будут какие-то грузы. Ну, а и что делать тогда предпринимателям? Ну, они выживают. Они выживают, действительно берут этот уголь несчастный, который сегодня есть, завтра нет. И в то же время им говорят, что-то ещё будет. Вот Россия. Опять же умирает последний. Давай сейчас прервёмся на рекламную паузу. Во второй части программы поговорим про детские сады, про Рижскую думу, если останется, ещё немножко про Европу. Добрый день ещё раз. В эфире программы «Есть тема» в студии Александра Полищук. И моя гостья сегодня Диана Спына, журналист русскоязычного вещания латвийского телевидения. И мы обсуждаем события недели. И вот в первую часть программы мы проговорили про президента Латвии господина Левица и его инициативу об ограничении русского языка в телевизоре, в трансляции телеканалов. А в вторую часть хочу начать с другой инициативы, также националистических партий, точнее национального объединения. От них исходила эта идея. Вести в русскоязычных детсадах, детских садах Наспеншин, латышский поток. То есть таким образом национальное объединение считало, что можно решить проблему очередей, но не за счет русскоязычных детей, а создавая места именно латышских детей. Но на прошлой неделе случилось интересное. То есть эти поправки не так шли через парламент, но неожиданно Сэйм остановил их рассмотрение, и поправки были изъяты из повестки заседания комиссии по образованию. Как бы считается, что причина – это письмо верховного комиссара ОБСЕ по вопросам национальных меньшинствам Берта Заньера, где он указал на то, что эти новые правила, новые поправки, они будут не отвечать международным стандартам. Изъяли непосредственно эти поправки по запросу фракции ПАР и для развития Латвии, то есть это коллекционная партия, и остальные депутаты поддержали. Я почитала, не поленилась в соцсетях обсуждения русскоязычных политиков, как они это представили. Там был целый холивар. Во-первых, сначала все друг друга поздравляли. Писали, что это наша общая победа, что защитили русских детей. Поскольку скоро выборы, то, естественно, что там радовались много и все, и различные общественные деятели, которые, я подозреваю, мы скоро увидим в очередных списках кандидатов на вакантные места в Африческом самоправлении. Потом стали делить, победу потом стали делить и обсуждать, кто же написал письмо в ОБСЕ, почему комиссар отреагировал. Как я поняла, надеюсь, я поняла правильно, это был представитель Русского союза Латвии Александра Кузьми. Но там, правда, были разные версии. Кто-то утверждал, что он тоже жаловался, поэтому все-таки это наша общая победа. И больше всего претензий при этом было к партии ПАР и для развития Латвии, которые вроде как наоборот подали запрос, чтобы эти поправки остановить, потому что тут же их упрекнули в том, что это все очень меркантильное, школьную реформу-то не остановили, а просто сейчас посягают на русский электорат опять же в преддверии выборов в Лидическую Думу. Суммируя, к сожалению, очевидно, что вопрос языка в детских садах это будет основной предвыборной темой на предстоящих неочередных выборах в Лидическую Думу, который уже с вероятностью 99% произойдет весной. И причем обсуждать ее буду со всех сторон, и поскольку, как я говорю, на уровне парламента сейчас этот вопрос вроде бы как завис, то, конечно же, можно предлагать различные инициативы на уровне муниципалитета. И я даже не сомневаюсь, что и у национального объединения, которое было очень разочаровано таким исходом, и у, естественно, русской партии, которые работают на русскоязычный электорат, то есть их оппонентов, наверняка будут идеи, как ликвидировать русское дошкольное образование, так, как же его спасти. Что касается комиссара БСЕ, то мне лично эта версия кажется очень неправдоподобной, потому что не секрет, что комиссар БСЕ и другие международные структуры регулярно писали в латвийском парламенте и правительстве по поводу многих законопроектов, которые принимались здесь, в том числе и школьная реформа. Но в традициях латвийского политического истемблишмента и привычмент стрима не реагировать на эти письма, потому что они обычно носят рекомендательный характер. И поэтому мне трудно поверить, что действительно в парламенте вдруг так испугались именно конкретно этого письма. Но я могу предположить, что, во-первых, другие латышские партии не хотели давать дополнительные дивиденды и бонусы националам, которые могли это представить как свою победу. Вот видите, мы и детские сады прикрыли. Тоже единство, не знаю, новая консервативная партия. Никакого резона подыгрывать Равису Цинтерсу у них не было. Но в то же время, да, возможно, для тех же либералов и для развития Латвии пар это будет какая-то попытка выйти на русскоязычную аудиторию на выборах. Потому что, ну, не секрет, что в любой либеральной партии, будь то партия реформ Задлерса, которая уже канула в лету, будь то пар или для развития Латвии сейчас, всегда есть разные группировки. Есть та часть, которая считает, что нужно дружить с русскими, конкретно бороться за голоса русскоязычного электората. Есть та, кто считает, что этого делать не надо и можно, наоборот, только навредить и потерять латышский. Но, видимо, в данном вопросе, в общем, победила, скажем так, русофильная часть паристов и для развития Латвии. Поэтому, ну, решили подыграть, помочь и вот, по крайней мере, на время русские сады защитить. Третий вопрос, который вытекает из всей этой истории, а что же действительно будет с детскими садами? Потому что, так или иначе, щупальцы реформы языковой, до них тоже добрались. Я знаю, что во многих русских садах уже там, то есть там уже есть какие-то нормативы, стандарты, запуганные воспитатели, которые боятся проверок, и то, что рано или поздно объём латышского языка в детских садах будет тоже увеличиваться, это не вопрос. Я знаю, что у тебя ребёнок пошёл как раз недавно совсем в латышский детский сад, хотя дома вы говорите по-русски. Почему так произошло? Саша, ну, самое главное, что мне хочется, я тебя сейчас слушаю. Действительно, мы анализируем, какая политическая партия выиграет от предложения перевести там русские садики на латышский язык. У нас в стране не анализируют, что это будет для школ, что это означает, что это означает для детей, что это означает для учителей. Мы этого не анализируем. Нас интересно, кто там из партии выиграет, То, что я тебе сейчас пересказала, как раз меня это очень удивило, что действительно, даже говорю, обсуждение, ну, скажем так, людей, которые связаны так или иначе с политикой или партией, то есть весь их разговор связывался к тому, что они стали выяснять, чья же это заслуга. И когда, говорю, дети становятся главным политическим инструментом, особенно на выборах, они становятся откровенным заложником. Но я тоже немножко занималась с этой темой, вот именно детских садов. Понимаешь, пока мы будем тут обсуждать о политических там бонусах и, ну, действительно, кто выиграет или нет, но у нас такая ситуация в стране, что просто со дня на день просто в детских садах некому будет работать. Не только в русских, но и в латышских. Просто нет. Если не ошибаюсь, как раз-таки в Риге даже просто зарплата воспитателя детского сада на бумаге, там, по-моему, порядка 860 евро. И эти обещания Бурова хотя бы на 100 евро поднять, им все зависли в воздухе, потому что бюджет Риге не принят. То есть это действительно микроденьги из-за огромной нагрузки. Плюс еще, говорю, этот стресс в виде каких-то проверок языковых стандартов и прочего. То есть, как мне говорили, в детских садах, если ничего не меняется, обсуждается там на политическом сцене, через 10 лет не останется вообще воспитателей. Те, которых мы привыкли водить, которым детей, останутся просто группой по присмотру детей. Насколько я знаю, в Европе действительно это и есть. Но это вот то же самое. Аналог, допустим, тех же игровых комнат в торговых центрах. Ну, я это видела в Брюсселе. Там было очень... Во-первых, они отдают детей уже сразу в 6 месяцев после рождения, потому что очень короткий декретный отпуск, и родители вынуждены это делать матери. И действительно видно, что там в 7-8 утра вот эти маленькие колясочки везут в такие странные большие комнаты, потому что даже можно посмотреть. То есть, это даже не как у нас отдельное учреждение. Это вот просто какие-то вот комнаты, где там ребёнка оставляют с одеждой, едой, и вот они там вот на полу играют, ну да, за ним присматривают. Именно так. Это никакого режима там, ну, я не знаю, может быть, есть прогулки, но хотя я никогда не видел, даже дети гуляли, да, то есть, скорее всего, их даже там и держат на месте, потому что чисто технически там обычно нет никакого отдельного дворика или ещё чего-то. Ну, мы к этому идём. Это проблема, это ответственность, которую никто не хочет брать на себя. То есть, таких вот, как мы привыкли, занятий, где действительно ребёнка учат держать ложку, сам кушать, да, сначала, потом его обучают считать. Ну, слушай, по-хорошему, это советский стандарт. Лепить, не знаю, танцевать. Об этом можно будет забыть, да, это всё может быть, ну, вот, будет такая красивая комната, где будут горки с шариками, всё будет красиво оформлено, да, и с детьми будут общаться на алтышском языке, на государстве, но при этом это не будет уже детский сад в том понимании. То есть, мы к этому идём. Ну, видимо, да. Ну, а что вот есть детский сад сегодня? Потому что, говорит, мне ещё это предстоит, а ты уже, ты вот как раз ходишь и смотришь. Нет, Саша, я хочу вот уточнить, что всё-таки в моей семье всё гораздо проще, потому что у нас билингвальная семья, и у нас два языка в семье, и моему ребёнку не составило никакого труда. Ты всё-таки выбирала в русский или в латышский? Или сразу решила в латышский? Я не хочу, чтобы мой ребёнок был заложником нынешних ситуаций, и если он абсолютно владеет с рождения латышским языком, ну, пускай идёт там, где его, во-первых, учат на хорошем латышском языке по-прежнему лепить и танцевать, да, потому что понятно, что дальше будет вопрос, после садика будет подниматься вопрос школы, и сейчас уже и так это всё решено. То есть нам не нужен этот адаптационный период, да, мы можем также пойти в латышский садик и дальше идти в латышскую школу. А в группе много русских детей? Много, очень много, да. Процентуально, 30%. Нет, процентов не скажу, потому что, объясню почему, потому что они такие же билингвы, да, то есть это опять-таки из смешанных семей дети. Их, ну, нельзя сказать русскоязычные, но эти дети владеют и латышским, и русским. Ну, то есть ты не увидела у своей дочери какого-то дополнительного стресса, что... У нас его не могло быть. Не могло быть, да. Но я знаю, что у нас в группе есть детки, которым очень непросто, вот которые пришли как раз-таки из русскоязычных семей, где никогда они не слышали латышского языка. И это опять-таки, ну, хорошо ли это? Знаешь, я думаю, здесь очень много будет упираться как раз-таки в человеческий фактор и персональный фактор. Вот то, о чём ты сказала, есть ли эти воспитатели хорошие методисты, насколько они доброжелательны к детям или нет. Потому что у меня был просто разговор про воспитательность именно латышского детского сада, да, я, ну, с моей знакомой, я спросила, ну, вот у тебя есть русские дети, если в группе, как ты с ними общаешься, на каком языке? Она говорит, ну, конечно, на русском, если вижу, что они понимают, что там носочек надо одеть, да. То есть я подумала, что вот именно такое нормальное человеческое отношение, оно может послужить буфером для любой реформы, да. Другой, ну, конечно, другой момент, что если, а, воспитатели запуганы проверками и прочим, и, б, действительно, это просто уставшие, разочарованные, наверное, там, может быть, часто даже довольно пожилые люди, которые получают минимальную зарплату за свой очень тяжёлый труд, ну, и, может быть, в какой-то момент у них может не хватить просто там терпения или вот-вот там, то есть сердечности, чтобы по-русски обратиться к русскому ребёнку, который там не понял какую-то команду. Они могут даже не знать русский язык, потому что сейчас много воспитателей. Это молодые девушки, которые учатся в университете, получают образование, вот учатся на воспитателях. И, может быть, они даже и хотели бы помочь ребёнку, да, но ребёнок в таком возрасте как бы и так не очень понятно, что он говорит. И это, кстати, тоже ещё один, другой аспект этой проблемы, что эти девочки, которые и хотят, и горят даже работать в детских садах, но они вынуждены сразу после окончания учёбы уезжать опять домой в свои, ну, скажем так, в провинцию, потому что, ну, как мне объясняли, они, это зарплата, им негде жить. То есть они получают так мало, что они не могут снимать... где на них спрос, кстати, тоже неплохо, но там даже говорят, что там всё-таки конкуренция, там эта проблема не так остро, как и в больших городах. То есть получается, что в провинции у нас всё в порядке с воспитателями, да? Плюс там, наверное, рождаемость, понижение таких очередей. Ну, опять же, рынок Европы всегда открыт, я знаю, то есть не секрет, говорю, живя в Брюсселе, я регулярно видела объявления, да, что ищут нянь, причём, например, русскоговорящих нянь, и понятно, что их зарплата на порядок выше, чем то, что получают воспитатели здесь, в Латвии. К сожалению, да, в общем-то, закругляют эту тему, понимают, что детские сады и вопрос языка детских садов, и вопрос... Давайте решим сначала, что вообще будет с детскими садами, куда мы идём. Опять-таки, ну, мы всё время, если мы смотрим на другие страны, там чётко понимают, что делают и куда идут, и зачем это делается, да? То есть, хорошо, мы разрабатываем стратегию, мы видим, вот это наш... Видишь, пересечение интересное, потому что, с той стороны, я понимаю, именно образование, своё видение вопросов, у них там сейчас какая-то методика компетенции, что ребёнок должен уметь, как воспитатель с ним должен общаться, там тоже ужасная реформа, просто говорю, я знаю, что там тоже слёзы воспитателей, потому что из серии, что каждый вечер воспитатель должен заполнить кучу каких-то бланков, и там после тяжёлого рабочего дня там записать достижение каждого ребёнка, чтобы, видимо, именно образование какую-то статистику потом подбило. Вот, второе, да, всё тот же вопрос зарплаты, которые... И даже если бы Буров нашёл эти 100 евро на зарплату, всё равно это были бы минимальные зарплаты, которые не отвечают уровню нагрузки и уровню цен жизни в стране. И третье, да, это всё равно так или иначе политические нападки, и в том числе, в первую очередь, по языковому признаку, но детские сады будут продолжаться, что, конечно же, очень странно с учётом нашей катастрофически падающей рождаемости. Казалось бы, наоборот, нужно было бы делать всё угодно, чтобы у молодых семей им была мотивация заводить этого первого, второго или третьего ребёнка, чтобы они были уверены, что они смогут отдать детский сад и выйти, вернуться на рынок труда и так далее, как нам кажется в идеальном обществе, когда государство проводит некую политику поддержки семьи, оно в первую очередь даёт мамочке гарантии, что ты не волнуйся, уходи в декрет, мы тебе потом поможем. У нас, как бы, всего, наоборот, от обратного нет. Так что, ну, будем наблюдать, но, к сожалению, говорю, мой прогноз, что как раз-таки предвыборная кампания в Рижскую думу, и во многом, в том числе, благодаря, что они сейчас поправки злополучно остановили, она будет очень строиться вокруг детских садов, ну, потому что у муниципалитета всё-таки есть ресурсы, как влиять на этот вопрос. Можно открыть детские сады, можно закрыть детские сады, можно открыть латышские, можно закрыть русские. Вот. Опять же, можно играть с деньгами, с денежными потоками. Но закрывать скоро будет нечего. Да. Или вводить языки. Как вариант, они ни для кого не нужны. Ещё одну тему успеваем взять. Уже упомянута мной злополученная Рижская дума, это тоже, конечно, карма. Мы, по-моему, каждую программу её обсуждаем в том или ином виде. Ну, тут нельзя её обсудить, потому что, во-первых, в четверг, через день, получается, в Сейме будут рассматривать уже окончательно вопрос о распуске Рижской думы и по всем неофициальным индикациям вопрос будет утверждён, потому что партии коалиции договорились между собой, даже там КПЛВ, которая якобы вначале сомневалась, теперь уже вместе со всеми. И тем паче, что юридическое обоснование, наконец, подоспело, поскольку на прошлой деле, как мы знаем, сорвалось три, даже на самом деле четыре заседания Рижской думы из-за отсутствия кворума, и это достаточно юридическое обоснование по закону, чтобы инициировать её распуск. Ну, в принципе, уже называются даже примерные даты, когда это может случиться, имею в виду досрочные выборы, скорее всего, это апрель-май, то, что партии уже готовы, видно даже потому, что уже упомянутая, наверное, партия ПАР для развития Латвии разместила свои предвыборные плакаты по районам, да, там улыбается кандидат на пост мэра господин Стакис. Известно, что все латышские партии не договорились с этим общим списком с Виньёй, но вот что интересно, мне кажется, список, что как раз, например, для развития Латвии пар, они якобы договорились с такой маленькой либеральным движением прогрессивные, и это интересный аспект, поскольку, возможно, они будут немножко более, то, что они будут связаны с националами, они будут немножко, у них более развязаны руки в плане каких-то обещаний, в том числе и русскоязычному электорату, ну, то есть я, по крайней мере, вот за этим списком сама буду точно с любопытством следить, и тем более, опять же, прогрессивно, я знаю, недавно генеральным секретарем стал известным с тобой русскоязычный журналист Мирослав Котис, то есть я думаю, что с коммуникацией у них будет все хорошо, в том числе и на русском языке, то есть это та самая русскоязычная конкуренция, которую я так давно ждала, что за сердце русскоязычного электората все-таки будет кто-то претендовать, надеюсь, что это случится. Но что касается ближайших месяцев, которые нам предстоит прожить с этой еще недораспущенной думой, при этом в состоянии подготовки к выборам, я боюсь, что они будут, конечно же, очень тяжелые, потому что мы видим, что коалиция в Рижской думе, то, что от нее осталось, полностью разругались, это честь служить Риге и согласие. Буров при этом сохраняет должность мэра и какие-то рычаги влияния очень хорошо он это показал вчера, когда отстранил начальника строю права от работы Ингуса Вирцевса, причем тоже, извини, сейчас себе там слово, я просто закончу эту мысль, там было очень интересное обоснование, почему это сделано, он сказал, что получил письмо от подчиненных Вирцевса на то, что там какая-то обстановка нездоровая в строю праве. Мне как-то сразу 37-й год вспомнился, когда тоже какие-то решения об отстранении должности принимались по запросу коллег, но в общем поэтому ждать прозрачности политики в ближайшее время в Рижской Думе точно не стоят, но опять же Буров надо отдать должное, всех обхитрил. Не уверена, что это повысит его шансы на переизбрание, имею в виду просто даже на преодоление 5% барьера списком, который он, видимо, будет возглавлять, но тем не менее то, что хитрости и способности договариваться и приходить компромиссом в нем много, это безусловно да, то есть давно золотой политики не наблюдались с таким интересом. Какое у тебя впечатление от всего происходящего в Рижской Думе? Потому что, опять же, я знаю, что ты тоже в своей программе чуть ли не каждую неделю что-то сообщаешь об этом. Да, и мы с тобой все время созваниваемся и говорим, господи, ты понимаешь, что у них там происходит? Нет, не понимаю, что зашлись бы скорее. Все ли, ничего там не упустило из внимания, потому что там все время что-то происходит. И когда ты мне сказала, приходи на передачу, в том числе, поговорим про Рижскую Думу, я думаю, боже мой, ну что же я там могу сказать, что уже не сказано раньше. И начала просто вспоминать, видишь, 11 лет назад, когда создавалась эта коалиция Рижской Думы, я тогда работала в новостях ТВ-5, и, соответственно, это все происходило у меня перед глазами как новостника. Мы там жили в этой Рижской Думе, я помню, ну действительно, очень много времени там проводили. И я вспомнила, что тогда, как раз, когда Нил Ушаков выиграл выборы, то есть это была какая-то очень большая победа. Ну да, там триумфальна практически взяли почти всю Думу, да. Практически там центр согласия мог на тот момент не брать никого в тандем и уже быть большинством. Но они пошли на тандем, и я помню, что тогда обсуждался вопрос несмотря на то, что триумфальная победа была, центр согласия собирался отдать пост мэра Шлессерсу, да, то есть который взял там что-то больше десяти голосов. Ну да. И мы все время приходили тогда к Нилу Ушакову и говорили, как вообще, почему, с какой стати, вы же победили выборы. Я не знаю, почему тогда было принято все-таки решение посадить Нила, скажем так, в кресло мэра. Ну просто противостояние общества, ну я помню этот вопрос немой и у избирателей, почему сейчас вот обсуждается, что якобы Шлессерс более опытный политик, и он очень много знает и много понимает. Ну вот, но на самом деле центр согласия никогда не умел играть в политику. То есть то, что вот было сейчас 10 лет, мы видели, просто была всем выгодна такая ситуация, и что как-то Нил мог собрать все эти силы, но центр согласия никогда не умел играть в политику, мы это видели и на парламенте, особенно мы это видели на уровне парламента, когда центр согласия брал победу и там, и в то же время другие партии у него просто вырывали эту победу, говорят, не-не-не, вы посидите и дальше. Ну тут, конечно, нельзя забывать такую все-таки общую идеологию этой страны, где есть установка, что русских мы в правительство не берем. Они могли идти ва-банк, они всегда могли идти ва-банк, но они никогда это не умели. То есть, опять-таки, ну, я говорю, мы с тобой в новосях, да, мы и были в этих штабах. Ну да, нет, я, кстати, в этом плане хорошо помню переговоры, когда была партия реформ Затлерса, когда Затлерс заявил, что нужно бы взять согласие, да, и, ну, ну, по крайней мере, по версии Затлерса те, кто были рядом с ним, что все-таки согласие тоже соскочило в последний момент. То есть, опять же, можно спорить там, ну, историю не переделать, да, кто был прав, кто виноват, кто не захотел пойти на компромисс и не был там готов в тот момент признать какую-нибудь публичную оккупацию, да, вот, но так или иначе, да, или насколько там это было унизительно или не унизительно, но так или иначе, да, наверное, у согласия тоже были шансы, и нахождение, допустим, в парламентской оппозиции им во многом было удобно. А вот то, что ты говоришь про Шлессерс, а сейчас это уже и про Бурова, да, это феномен просто золотой акции. То есть, почему, я как раз таки понимаю, почему, например, именно 11 лет назад у Шаков так тянулся с собой Шлессерс, потому что останется Шлессерс в оппозиции, они, во-первых, бы, а, раскололи бы это согласие там в два шага, во-вторых, ну, то есть, всегда можно было, та особенность, что сейчас Бурова, что тогда Шлессерс, что, в принципе, он одинаково может спеться и с националистами, и с русскими, то есть, абсолютно флексибл во всех отношениях и гибкий, и поэтому, когда у человека нет там, у человека у партии, нет каких-то очень жесткой идеологической рамки, то им легко двигаться по жизни, да, и, в принципе, тот же Буров, если они, ШСР пройдет, преодолеет 5-процентный барьер, да и запросто те же националисты возьмут, и тем более, что, ну, как бы, сейчас понятно, что, например, своим решением на прошлой неделе созвать 3-3 заседания без кворума, он очень хорошо подыграл министру Пуце, у которого были еще 2 недели назад очень слабое юридическое обоснование разогнать Режскую думу, а сейчас Пуце может это делать спокойно и быть уверен, что в Википедии ничего прохол, про него не напишут, да, и потом там доказать что-то в конституционном суде, что он был неправ, ну, будет невозможно. Ну, ты понимаешь, что это игра на грани, да, на грани пола, на грани всех возможностей. В политике. То есть, это не просто так, отдали, пошли на самороспуск. Я понимаю, что за это время, пока Буров остается, то есть, пока там был риск, что его снимут, он сейчас сохранил пост на какой-то отрезок времени, да, и мы сразу же видим отстранение Вирцевса. Да. Ну, тема очень интересная, я даже надеюсь, что мы еще не как-нибудь вернемся, мне просто уже оператор показывает, что у нас время иссякает. Спасибо огромное, что пришла, было очень интересно, я никогда не думала, что две девушки могут так задорно поговорить о политике. Надеюсь, будет повод встретиться еще раз. Спасибо, что пригласила. Спасибо, до свидания. До свидания. Вы слушаете Радио Болткома.